ну вот наши дорогие болельщики опять мы снимаем нашу передачу вот никого из звезд к сожалению затащить на этот раз не удалось поэтому у нас в гостях час не самая известная волейболистка которая пока еще даже чемпионат россии ни разу не выиграла спасибо что пригласили я пошла ну не можете конечно пойти я не знаю давайте лучше ксении мы с вами пообщаемся поэтому если вы вдруг не поняли то у нас в гостях ксения порыбец но чемпионат россии она не выигрывала чемпионат европы все-таки как-то выиграла не знаю случайными случайно по молодости повезло получилось повезло наверное нанесло тебя в калининград могла ты подумаешь когда-нибудь что ты здесь окажешься мне я оказывала здесь наездами приезжала ведь с командой ну а так вот чтоб надолго надолго не думала но как-то мне зацепил чем-то меня калининград решила на два годика здесь остаться морем наверно кстати купалась холодно правда купола плавать любишь а волейбол это сама пришла или тебя силы затащили сначала меня мама отвела туда я думаю что мне сначала понравилось потом поняла что это две тренировки в день мне это не понравилось я решила что надо по уходить немножко с тренировок и я уходила реальность тренировок и тренер когда понял то что меня нет на тренировках уже пару дней он решил позвонить моей маме и мама приходила со мной на тренировки и контролировала не страшно тебе было менять среду обитания родной город 12 лет урал очки 1214 14 не боялась ну нет я не боялась мне хотелось наоборот попробовать выйти из зоны комфорта то здесь не комфортно нет это в другом потому что ну все равно я первый раз поменяла клуб у меня это такой стресс до посмотрим поживем увидим были такие мысли хочу чемпионат россии выиграть поэтому локомотив пойду да без разницы куда бы я пошла когда выиграть вот хоть сказать пошла в динамо метару там бы хотел бы чемпионат россии и там бы то ли выиграть пришла бы выиграли мы в атаку еду всегда да ксенька идет в атаку а в защите играть не любят это я уже понял там все девчонки прыгают прыгаю про мячами она стоит ждет слушал кстати все там молодые ныряют прыгают ты на них смотришь это вообще бубковщина чего но есть дедовщина есть бубковщин есть команде бубковщин надо загуглить это вот там есть молодые девчонки в 17 лет жаброва настя ты говоришь ли ты пока попрыгай а я тут постою есть такой в команде все прыгают и я прыгаю высоту или в сторону слушал ты девушка такая должна быть уральским характером должна быть жестко строить все но это по-разному бывает бывает строить но если надо тогда а еще и капитан команды в екатеринбурге строила когда надо это уже умолчивает а как надо построить чтоб человек тебя слушался но сначала самой надо доказать на площадке что и я доказываю на площадке должны показывать примером и требует этого других игроков тебя в урал очки уговаривали остаться говори но ксению не уходи пожалуйста как мы без тебя ты столько лет здесь нет мы как-то по-юдному я сказала свои планы не согласились а то есть сказал я ухожу сканивали эти пыталась да нет шучу нет были предложения но уже поздно то что они опоздали а если бы не опоздали осталось думаю да то есть желание остаться зоне комфорта комфорта тебя бы пересилил и ты бы все-таки осталось но мне нравится екатеринбург это дом род семья рядом и мама я думаю что до романа кстати все-таки она тебя за руку привела волейбол а почему именно волейбол она привела неужели она сама этим волейболом так вот не наелась за всю свою карьеру кто не знает мама у ксения олимпийской чемпионка волейбол так на всякий случай чтоб так знали просто но не знаю мне кажется просто у нас всю жизнь в семье волейбол был папа волейболом заниматься конечно недолго и не такой именитый почти его даже никто не знает но он занимался но я думаю что других вариантов и не было но часто бывает так что родители особенно профессиональные спортсмены не всегда хотят того что пережили сами своим детям нет исключения твой время то есть мама сама с картулем и меня много лет и меня тебя на эту каторгу отправил лучника торги я многому научилась у него никого сейчас тяжелый человек нет с ним легко общаться вне тренировок наверно да и на тренировке тоже не плохо не верю ездить не верю нет вне тренировок верю на тренировках не верю но он требовательный кричит все время и не все время не все время умеет спокойно разговаривать хотелось бы посмотреть были у тебя каким-то вообще вот в желании кроме волейбола у самой вот в том твоем далеком детстве ну вообще именно в спорте да не обязательно спорте спорте нет мне почему-то всегда в детстве хотелось работать с детьми вот прям с маленькими которые вот там поиграть воспитывать что-то такое детский сад нянечка типа того да и тебя это прекрасно возможности лишили отдав волейбол но не знаю не могу сейчас хочу ли я этого сейчас но потом когда закончится волейбольная карьера а потом подобным синие порубец нянечка нянечка может быть в детский сад люди с большим удовольствием будут отдавать возможно но я пока об этом не думал я не планирую заканчивать как а шанс был закончить куплен выше был и уплыл а не хотелось тогда когда у тебя была больная тема про больную ногу тяжелую травму махнуть руку ну поначалу нет а когда уже началась монотонная работа когда ты уже больше трех месяцев делаешь одни и те же упражнения одно и то же ну надоедает и мысль проскальзывала у меня такая но ненадолго мне все равно в планах было это вернуться ну так что тебе заставлял олимпиады не последние что хочу еще просто играть мне нравится играть я люблю играть это меня и привело пила к этому то есть хочу играть пойду потренируюсь монотон монотонность было это три месяца когда я летала в италию мне такой монотон проедет так потом меня начались я в в сиренбурге тренировалась потом в сербии тренировалась чуть ему на тонн летали екатеринбург сербию и потом белая гора под тыги с команды до в августе начала уже то есть ты девушка со стержнем шнуки расстроилась что на олимпиаду не попала или она к лучшему ну поначалу я расстроилась когда все это произошло мне изначально было прям там жуткая истерика я уревелась то что я ну когда вот именно мне сказали уже какой мне диагноз и я поняла что я не успею восстановиться я расстроилась потом это как-то отпустила уже все и уже начала просто готовиться к сезону для моста мы к лучшему что не попало шанс неизвестно ну да если было я не было все не до тушь но когда ты переходил локомотив вот честно сейчас только честно правда была мысль я хочу выиграть золото в локомотиве шансов больше вот прям откровенно честно я переходила не из-за того что локомотив там творя за чемпионы и я также выходила на площадку играла за урал очка и также мечтала золоте с ними также я и здесь буду выходить играть и мечтать о золоте я буду выдавать все что я умею а почему в прошлом году твоя мечта не сбылась как думаешь пятая игра это как пятая партия вот там еще и пятой парке а там еще и в пятой игре еще пять партии так сложились звезды ну знаешь глядя страна показала что в пятого пятой партии пятого матча из вас немножко воздуха выпустите было так вот если честно я уже даже не помню эту игру вообще неинтересно что такой сильный удар был вот она рядом и выиграть не получилось лучше нам слишком тяжелые серии были и они мне кажется у меня вообще смешались все игры в одну ну как бы такого финалу мне еще не было за сколько я брал крутой финал уж очень нами мужиков такого не бывает как лук макео с урал очка получилось если им сделать такой же в финале шести к так-то вся там же делать случай большой как ты считаешь ксень ты известный человек не знаю ну как так сказать что я могу идти вот по городу ко мне кто-то подойдет нет . лиграде кто не подходит дэвид серенбург тоже до мы когда были здесь со сборной мы ходили в т.ц. европу и мужчина мне кричал наташа наташа я же понимаю что это не мне но как бы рядом наташи нет было забавно меня просто перепутал с наталья гонщиковой ну вот к вопросу об известности за других так принимать вообще-то конечно странно на самом деле потому что вот сейчас если честно и серьезно совсем на почему-то было всегда такое ощущение когда урал очка вместе с тобой приезжала в калининград что тебе здесь калининграде какое-то особое отношение ты это чувствовал нет как будто знаешь было такое чувство что рано или поздно ты все равно здесь окажешься будешь здесь играть и вот со стороны болельщиков было такое вот отношение у того к себе ксения приехала там ты чувствовал это сама видела но замечала когда допустим когда объявляет состав да и когда называли там фамилию имя дамы то зал аплодировал было приятно вот у меня кажется после игр тебя особо приветствовали как ну я там просили подходили да у меня даже была фотография нашим болеть да потом где-нибудь поставят здесь если найдем ну так приятно было потому что такое чувство что тебя здесь всегда ждали тебя и тебе здесь почему-то всегда как-то по-особому относились может быть не знаю но вообще-то довольна тем как сейчас у тебя все складывается принципе да пока все прекрасно пока сезон начался я думаю что в течение сезона тоже будет все прекрасно слушай я с тобой собачка мони все время ходе у ксении прекрасная собачка мони породу не знаю может без породную как шприц а шприц и оперой брелок маленький вообще вот говорю с детства собак любила ты тащила с улицы домой собака и кошек мне нельзя было маму не разрешила я один раз хомяка притащила на улицу нашла не откупила мы с маме сказала что там такая история была я гулял по городу поняла что мне нужен кто-то за 1 гулять скучно да и я решила что зайду в магазин и купила маленького хомячка джунгарские не по-моему там называется такой симпатичный джунгарики да все а мне дали коробку там я еще корм купил 50 рублей стоил и притащила и маме говорю мам я бы суши игру такая ситуация сижу на скамейке подбегает тетка кидает коробку это тебе это ну ладно мне так мне открывает там хомяк но я же не буду оставлять правильно но все я забрала боже вы видели бы мы у нас ну не клетки ничего нету мы из пяти литровки обрезали горлышком посадили его туда там кинули ему там какое-то полотенце и водичку поставили стоял на подоконнике мама говорит убери говорит его отсюда вообще из квартиры вот прям вот чтоб я его не видел у нас получается в подъезде как маленькая кладовка могут убери его туда но я его отнесла туда прошел час мама говорит учет мне гать жалко его га-тащи бит его обратно я довольна и бегу за этим хобяком все принесла поставили также на подоконник и уже все уснули утром я же утром плохо просыпалась всегда нежели не хотелось вставать в школу там или чоколад вот и мама меня будет и ксюш иди гает посмотри гает по моему его там нет смысле нету а мы чем арте так прикрыли сверху ну чтобы вообще не вылез никак я захожу на кухню начинают смотреть там выскать а его реально нету все свалил хомяк у нас был на тот момент еще ремонт и у меня как мы перевезли из старой квартиры в новую кровать мою а у мамы та кровать уже была старой мы решили новую тогда пойти еще пока не купили в нем матрас лежал просто на полу так она перестала спать там даже потому что она боялась что к ней он заберется только пропал слушай и в общем мы нам через два дня уезжать там по детям в челябинск мама говорит она уже весь интернет просмотрела как его найти там кошку можешь какую-нибудь у нас собака была лабрадор это может быть кошку какую-нибудь или еще там мукой посыпать хоть посмотреть где он там бегает бабы переживал но мама очень боится такое непонятное существо и в итоге нам через два дня выезжать мы собираемся его нет была зима и у нас ну как входили в угах и мама одевает туги и понимает что там что то есть в югу она просто у нас квартира там такой длинный коридор и она просто этот берет у как кинула через весь этот коридор и педалага там летел упал я его вытряхиваю в эту коробку он сидит вот так вот просто он шатается видимо сотряс какой-то получил он что там спал ему тепло было агать все год забираю вагать с собой в челябинск все мы уехали с ним в челябинск там я ему купила клетку маленькую и там было колесо он вообще с сумасшедшие он просто разгонялся в этом колесе останавливался выносила из этого колеса и он ночью прям он днем то спит а ночью у него все движ начинается я ему это колесо к там где не знаю вилку ложку вставлял чтобы не крутил потому что шум на ведь на всю комнату был вот но потом когда мы вернулись в екатеринбург уже с ним он остался жить в учище олимпийского резерва с девочкой она в общежитии жила там а на новый год они уехали оставили его там и он сбежал с вами была новая ведущая передача в мире животных ксения по рыбак обращайтесь вообще в жизни волейболистов много таких забавных историй есть наверное вот что тебе приходит первую голову что было да вот что-нибудь такого из веселого забавно например история как ты заставляла не скажем кого за 1000 рублей таракана смесь не таракана муху этого не произошло я надеюсь что она будет смотреть это а если не будет я не напишу что посмотрела она поймет сразу не скучно в женском коллективе жить не ночью жалко это же белок конечно неси таракана заказать сточущих да проверим нет два два не будешь есть я же найду я найду сейчас поедем в зоомагазин так нечестно ну ладно слышал такой финансовый стимул для кого-то играет серьезное значение как думаешь расскажи про эту историю это девчонок ну в урал очки когда я не могла тренироваться могла но не полную силу могла но не хотел нет не так вот когда были проблемы с коленом немножко освобождали от прыжков и ставили так скажем на другую сторону как во второй состав и когда у нас что-то не получалось или там уже последнее очко оставалось там 24 там там 20 23 или равный счет всегда был то остается последнее очко я говорю так я кто сейчас забивает я бы перевожу 500 рублей с первого мяча снимали сразу нормально но я потом я потом переводила я я все по чесноку да много так и раз два было всего 1 2 3 можно было ну девчонкам приятно было ну да тень но сидим мы с тобой в облаках или на облаках смотрим на море вот смотришь на море какие мысли тебе в голову приходит первый покупаться где-нибудь в тепле так он тушь летом было в дубае до покупала слабого час покупать часть не я не залезла вода тупой разум раз 15 точный сможет 17 не не рискнет не за тысячи рублей залезет прям сейчас пойдет что Что люди делают за тысячу рублей? Мне кажется, пора окунаться. Чтобы уже смотреть. Молодец! Как водичка-то? Вода-бомба. Холодненько? Ну, так градусов 12, наверное. Ну, в общем, на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Ксюха дает мне косарь. Конечно, надо было побольше с нее взять. Ну, что делать? Я предупреждал. Спасибо, Ксеньке. Ты меня не трогай, только ты мокрый. Не трогай. То есть она меня развела, теперь ты меня не трогай. Вот. С вами была звезда российского волейбола Ксения Парубец. Чемпионка Европы. Будем надеяться, что в ближайшем будущем чемпионка России. И новоявленный морж. Пока, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...